Мы находимся на неделе российского ритейла, продолжаем разговаривать с гостями мероприятия. Игорь, расскажите, пожалуйста, про цели присутствия вашей сегодня на мероприятии. Да, добрый день. Ну, что я могу сказать? Я каждый год участвую в работе недели российского ритейла. Я не был только на первом мероприятии. Это мероприятие юбилейное, пятый раз. И, безусловно, моя основная цель – это получить необходимую информацию, которая дается именно по специфике работы у отрасли, как производственной, так и розничной. И, безусловно, основное – это деловые контакты, связи, отношения, которые потом уже в течение года, иногда и многих последующих лет, воплощаются с теми проектами, которые я веду, курирую, и то, что я делаю вообще для отрасли, для себя, то, что мне интересно. Поделитесь своими впечатлениями о деловой программе. Ну, в этом году есть определенные отличия от деловой программы прошлого года. Но в целом, что я хочу отметить, то, что в какой-то степени она даже в какой-то степени стала немножко попроще, ближе к народу, так скажем, да, ближе к рынку. Потому что все равно в этом году больше акцент, то, что по моим, безусловно, субъективным ощущениям, вот, это направлено на основные проблемы, те, которые существуют в отрасли, и именно на пути решения, и на те результаты, которые уже есть. Вот, например, тот же кейс от Valberis, это просто уникальная вещь, когда наш лидер интернет-торговли продвигает российского производителя, небольших предпринимателей на таком уровне и планирует инвестировать в этот проект дальше, то это, безусловно, огромный результат. А в целом, то, что я хотел бы сказать, я достаточно долго, вот, наверное, уже лет 12, тем или иным образом связан с розничной торговлей. Ну, я бы правильнее назвал розничным бизнесом, потому что я все-таки отличаю торговлю от бизнеса. То самое, наверное, приятное изменение, на мой взгляд, которое произошло в течение последнего года, после вот прошлогоднего мероприятия, то это, наконец-то, в отношениях, что я вижу между ритейлом и властью, стало гораздо меньше недопониманий. И я очень приветствую, и вот мне очень нравится, когда 20, если я не ошибаюсь, 24 декабря 2018 года, Денис Мантуров, руководитель Минпромторга, министр, он, это был репортаж, довел до президента нашей страны Владимира Владимировича Путина ту реальную ситуацию, которая находится в ритейле, какую маржинальность имеет ритейль, как это происходит. И вот спекуляции, да, то, что там ритейл наживается, по крайней мере, я вижу, что сведены к мининаму практически ушли. Я много лет работал в компаниях-производителях, в западных брендах до ритейла, и поэтому просто вот вижу, насколько люди не понимали, обыватели и даже чиновники многие, что если, например, маржинальность производителя, она уже заложена в готовую цену, которую, соответственно, производитель предлагает тем же розничным сетям, то какие-то отдельные наценки на какие-то из Каю, например, 50-100%, обыватель принимал, как будто бы ритейл так наживается, имеет такую маржу. А на самом деле маржинальность в том же продовольственном ритейле находится, как правило, там на уровне трех, максимум пяти процентов, это чистое. И я очень рад, что власть разобралась с этим вопросом, и вот господин Мантуров это доложил президенту нашей страны, и, по крайней мере, государство уже более качественно, аккуратно относится к вопросам сетевой торговли, федерального ритейла. Это так вкратце. Спасибо большое. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спасибо.